Видите, успех часто зависит не от того, что мы очень много учились, у нас есть связи, хотя это тоже классно и надо, но успех часто зависит именно от того, что человек понял, как правильно жить. Ну то есть начинайте с себя, со своей жизни, потому что основная проблема людей в современном обществе – это обесточенность. То есть я уже говорил вам, что эта обесточенность, она рождает массу психических проблем, то есть вот, например, люди нервничают, злятся, обижаются, не могут сосредоточиться, не могут долго работать, не могут долго работать на одной работе, это все просто означает, что у них не хватает энергии природы или здоровья, это одно и то же. Давайте я сейчас вам вкратце расскажу то, что я исследовал, я изучал эту тему серьезно на себе, на своих друзьях, ну то есть я пришел к определенным выводам, как человек вообще в целом должен жить для того, чтобы у него и психика стабильно работала, и работала стабильно вообще как бы его, ну как бы его жизнь наладилась. Ну первое, смотрите, вот у нас есть определенная среда, в которой мы живем, и мы должны знать, как она работает. Вот солнце, когда оно восходит, оно активизирует жизненные функции человека, то есть солнце – это энергия радости, то есть оно восходит, человек должен вместе с ним восходить. Допустим, если человек в 6 утра, грубо говоря, неважно, темно у вас здесь или светло в это время, важно, что в 6 часов утра солнце пересекает определенную линию, оно может пересекать или вот так прямо, тогда его видно, или очень полого, тогда его не видно. Но в это время в 6 утра по солнцу, не по Москве, не по Казани, а по солнцу. То есть когда солнце в 12, когда солнце в зените, вы узнаете у вас здесь, в городе. И смотрите, плюс, минус, как бы сколько часов, когда у вас плюс или минус, когда солнце в зените? Знаете? А? 11.45. 11.45, это значит, что почти в 12, да? То есть это практически, то есть вам надо вставать, получается, без 15,6, да, для того, чтобы по солнцу жить. Ну, то есть если вы встаете позже, то что происходит? Солнце восходит, а ваш организм лежит. Это значит, что вся энергия солнечная у вас начинает деструктивно действовать в организме, то есть вас начинает перегревать. Что это значит? Это значит, что у вас будут воспалительные процессы, увеличивается у женщин, сразу увеличение бесплодия, шанс, потому что основная проблема женского бесплодия – это перегрев организма. Сразу, то есть бесплодие – раз, эмоциональное напряжение, срывы – два, воспалительные процессы в организме увеличение – три, вот, в целом вялость, волевая подавленность весь день – четыре, вот, снижение пищеварения – пять, и так далее. Ну, то есть иммунитет падает – шесть, а если вы встаете, допустим, не в семь, не в восемь, а в девять, то у вас уже будут с мозгами проблемы, то есть психика уже начнёт страдать. Понимаете? То есть, другими словами, для того, чтобы быть неуспешным, достаточно просто поздно вставать, и всё. То есть ваш организм начинает работать вообще не как надо. Теперь дальше. Вы должны знать, что энергия Солнца, она переваривает пищу. Пища может перевариться не только за счёт энергии Солнца, она может перевариться за счёт нашей психики, то есть у нашего тонкого тела есть своя энергия огня, но она вся идёт на мышление у человека, на возможность действовать. И когда человек, допустим, поел плотно, рано утром, очень сильно поел, солнце ещё не взошло, то организм в это время, когда раннее утро, очень сильно энергия праны действует, утром свежо, хорошо, да? И вот эта энергия праны, так как, ну, это невозможно переварить, солнца нет, оно ещё не взошло, вот, то организм начинает быстро-быстро эту пищу проталкивать вниз. Рано утром наелся сильно, и всё, в унитаз улетело, потому что организм это переварить не может. Естественно, так как эта пища проталкивает, всё равно же огонь пищеварения туда нужен, поэтому в следующий раз вам захочется покушать только в 3 часа дня, а в 3 часа дня Солнце уже садится. Это значит, вы поели, и дальше всё в токсины пошло, потому что или и однозначно у вас снижится работоспособность, то есть вы поели, в 3 часа дня Солнце уже садится, откуда брать энергию, огонь для пищеварения? Огонь берётся из мозгов, и поэтому у человека есть такой синдром, как бы, если раньше, когда книжки читали люди, это был, как бы, такой... Сначала человек сидит, через 40 минут после еды он поел поздно, энергии Солнца не хватает, энергия ума пошла в желудок. Первое, что происходит, синдром застывшей строки. Человек читает, читает книгу, вот он... На одной месте, и даже не замечает, что он не может прочитать эту строчку. Это означает, резкая энергия ума пошла на пищеварение. Потом дальше идёт синдром кивка. То есть человек, дальше энергия, когда кончается, у него теряют силу, он такой... Через 40 минут после еды. И потом синдром жёлтого пятна на книге... Ну, сами понимаете, что происходит. Вот. Ну, если вы листаете книгу, и видели там внизу жёлтое пятно, значит, человек пожирал поздно. Можете сказать ему, и он говорит, ничего себе! Ну, как Шарла Холмс. Дальше. Утреннее время предназначено для побед над судьбой. Утром, рано утром, когда солнце восходит, это даёт возможность человеку очистить своё здоровье. Солнце, но только на восходе солнца можно лечить организм. В остальное время оно не лечится. То есть, означает все пробежки, зарядки, посты. Лучше всего делать с утра, до того, как солнце поднимается вверх. Солнце восходит, можно понять, как правильно жить. Когда человек молится, рано утром. Самое раннее утреннее время предназначено для постижения истины, побед над судьбой. Потом дальше, следующее время идёт уже для того, чтобы улучшить своё здоровье. Дальше потом время для того, чтобы разобраться вообще со своей жизнью. То есть, где-то, может быть, с 10 до 12, это время, когда ты хорошо соображаешь, как тебе улучшить свою деятельность, как тебе там с близкими пообщаться. Это время для постижения истины, для поднимания. Ну, вы понимаете, вы скажете, я, Олег Геннадьевич, с 7 утра уже работаю. Хорошо. Но время работы вы можете параллельно подумать, как вам жить в это время. И у вас получится. Утром завтракайте очень лёгкой пищей. Ну, то есть, утренняя пища какая? Это орехи, это фрукты, это сухофрукты, это всё молочное, сметана, сыр и так далее. Гречка там, пшено, вот эти вот, это всё, не зерновая пища. Зерно – это пища, которая созревает на солнце. То есть, золотые колосья хлеба в песне поются, до краёв им полны солнце. Про солнце песни. Зерно созревает на солнце, бобы созревают на солнце, на очень высоком. Это значит, что эту пищу, всё зерновое, надо есть в обед. Ни вечером, ни утром зерно не надо кушать много, потому что это не будет перевариваться. Понятно? Овощи созревают под светом луны, поэтому овощи надо кушать в обед и вечером, потому что они перевариваются в это время. Вот. Фрукты на восходящем солнце созревают, поэтому можно с утра фрукты есть. Орехи тоже с утра можно есть, и вечером орехи можно есть. Значит, дневной пища самая обильная, то есть, всё самое тяжёлое можно съесть в обед. Вечером лучше всего есть овощи, тушёные овощи, не слишком много соли и специй. Понимаете, когда говорят, что соль вредна, это имеется в виду только утреннее время и вечернее. В обед соль не вредна, она вредна только вечером. Понимаете? А утром вообще пища должна сладкий вкус иметь. Утром надо сладко есть, потому что сладкий вкус связан с оптимизмом, с солнечной энергией. Вот. А в обед все шесть вкусов, а вечером пресный вкус. То есть, ну, пища должна быть спокойной, то есть, не надо, она не должна разжигать какие-то вкусы, всегда означает настроение разное. Когда человек питается правильно, ему легко становится жить. Утреннее время предназначено для победы над судьбой, дневное — для работы, а вечернее — для семьи. Когда Луна начинает, сила Луны увеличивается, а сила Луны увеличивается в шесть часов вечера, то в это время энергия Любви увеличивается в жизни человека. Потому что Луна — это не просто спутник Земли, она несет в себе энергию Любви и отдыха. Ну, то есть, по цветам, то есть, поэтому человек должен рано ложиться спать. Нужно ложиться часов десяти и вставать не позже шести, потому что в это время эффективность сна возрастает несколько раз. Если человек поздно ложится спать, то он не высыпается, потому что ему Луны не хватает. То есть, ему надо спать, если поздно ложиться, значит, ему после шести надо спать дальше. А этот сон деструктивный, то есть, он не восстанавливает человека, а просто изматывает. Вы заметили, что когда спишь утром, то тяжело это спать, тяжело. Это изматывающий сон, как потому что Солнце восходит, оно заставляет человека вставать. Но все равно, тем не менее, если поздно легли, надо семь часов все равно поспать, потому что когда человек уменьшает сон, он сокращает продолжительность своей жизни. Ну, то есть, отдых все равно нужен, понимаете. И когда человек спит, нужно обязательно отрегулировать форточку. Если не поступает воздух во время сна, то также это разрушает здоровье. Ну, то есть, может быть, кому-то надо меньше, чтобы не так дуло сильно. Но все равно какая-то щелка должна быть. Может быть, в соседней комнате, чтобы воздух заходил к вам оттуда. Но если воздуха нет, вы запираете все, и воздух не поступает, то вы таким образом разрушаете свое здоровье. Зачатие детей должно происходить ночью, потому что это самое здоровое. То есть, ну, как бы, когда днем зачинаются дети, то дети рождаются болезненными, вечером психически больными, утром чувствительными, а ночью здоровыми. По цветам луны надо зачинать детей. И если вы хотите добрых отношений с близкими, то надо всегда их строить вечером, потому что вечернее время предназначено для отношений с родственниками. Я вам вкратце рассказал, что такое режим дня. Если человек имеет это знание, эффективность его жизни возрастает несколько раз. Если же он не имеет это знание, давайте разберем последствия. Если человек ложится поздно спать, постепенно он напрягается. Это как психическое, так и физическое напряжение, так и умственное. Эти три типа напряжения. Физическое напряжение приводит к болезням, психическое напряжение приводит к пьянству, а умственное напряжение приводит к курению. Ну, то есть человек поздно ложится спать, уже вот две вредные привычки уже за ним побежали. Теперь человек поздно встает, волевая функция сразу до свидания, то есть сила воли до свидания, здоровье до свидания и удача, естественно, тоже до свидания, потому что человек становится никакой, то есть он никакой, если он поздно встает. Поэтому вот, пожалуйста, успех, то есть хотите жить хорошо, живите в ногу со временем, понимаете, в ногу с временем надо шагать, не спешить, не отставать, в ногу с временем шагать, это успешная жизнь. Следующее, вы должны знать, что время, что такое время? Время это сила, которая нас испытывает в этом мире, это не просто то, что на часах идет, это сила, которая нас испытывает. Время в психическом теле, оно с каждым годом увеличивает количество испытаний, а в физическом теле оно увеличивает количество трудностей, то есть это называется процесс старения. И вы должны знать, что как в психическом, так и в физическом теле есть два способа влияния времени. Один способ называется циклическое время, а другой стабильное. Так вот, запомните, все люди умирают не от старости, а от того, что наступает тяжелый период. Ну что такое тяжелый период? Тяжелый период, это когда или тело резко начинает болеть, то есть цикл такой пошел, или психика становится очень слабой, или подвержена различным стрессам, то есть на человека на пасти начинают наваливаться различные. Нужно понять, что есть силы, которые способствуют преодолению этих циклов, влияния этих циклов, то есть можно их нейтрализовать. Для этого нужно знать правила. Для того, чтобы в целом судьбу уменьшить влияние плохой судьбы, правило такое, оно для всех одно. Нужно понять, что судьба, когда выходит наружу, она действует через память. Если память человека сосредоточена на себе, на своих трудностях, на своих проблемах, то значит судьба владеет этим человеком и разрушает его жизнь. Если человек свою память сосредоточил на чем-то возвышенном и чистом, а только возвышенное и чистое, это сильнее памяти о себе или о своей судьбе, только Бог сильнее памяти о себе, тогда судьба теряет силу и начинает таять, то есть она перестает влиять на человека. Для того, чтобы сосредоточиться на Боге, для того, чтобы память реагирует только на страх и на любовь. Вот есть две эмоции, только на которые память реагирует, больше ее ничем не привлечешь. Поэтому, ну страх это не вариант, понимаете? Ну то есть страх, ну сегодня боишься, завтра лучше стало, ты уже не боишься. Поэтому есть только один вариант, это любовь. Поэтому если вы видите, что кто-то молится, какой-то человек молится очень сильно с любовью, думая о Боге, ну как бы это чувствуется по песнопениям, по молитве, то можно настроиться и повторять молитву вместе с ним. Разум человека включается. Вот вы, допустим, слушаете молитву, судьба не побеждается. Хоть вы и помните о нем. Почему? Потому что судьбу побеждает разум. А если вы повторяете вместе с ним молитву, тогда начинается действие, влияние на вашу судьбу. Когда вы просто слушаете молитву, то у вас меняется настроение. Настроение находится, это поверхностная функция ума, это не глубокая. А судьба, это самая глубокая функция ума. Для того, чтобы глубокая функция ума менялась, для этого нужно повторять, как они. Когда человек повторяет вместе с теми, кто повторяет, то он перед ним, и надо слушать, как они любят Бога. И когда вы слушаете, как те, кто повторяют, как они любят Бога, в это время, это слушание ваше разрушает возможность судьбы мучить вас. Больше того, тяжелая судьба ослабевает от этого. И это ослабевание действует на трех кругах жизни. Первый круг жизни называется «мое внутреннее состояние», «мой внутренний мир». Первое, что происходит, вот такое слушание, когда человек слушает тех, кто молится, и вместе с ними повторяет молитву или настрой какой-то хороший. То в это время, то есть важно, понимаете, отвлечься от себя в это время. То есть бескорыстный настрой включает победу над судьбой. Это и есть успех. Пока человек сосредоточен на себе, думает о себе, он не может быть успешным, потому что его чувство, собственно, достоинства разворачивается в сторону, ну, как бы, деструктивного отношения с этим окружающим миром. Ну, понимаете, правильное отношение с этим миром – это обмен. Я, допустим, вам улыбаюсь, вы мне улыбаетесь, я наполняюсь. Если я от вас что-то хочу, вы напрягаетесь, и ни вы не наполняетесь, ни я. Страх, беспокойство, суета – все это человек отгораживает от этого мира, и он не может наполняться. А если он не может наполняться, значит, он не может и побеждать. Главная проблема жизни в современном обществе – это обесточенность. Люди страдают от того, что у них не хватает сил. Поэтому нужно учиться этому знанию. То есть, смотрите, всегда человек, если он ничего с собой не делает, он нацеливается на страх, суету и беспокойство. Это значит, что он нацеливается на самоуничтожение. Для того, чтобы побеждать судьбу, нужно нацелиться на служение. Что такое служение? Это вера, уважение, радость. Понимаете, у человека есть два способа действовать в этом мире. Один способ – он является замкнутой системой или гаснущей лампочкой. А второй способ – он замыкается в сеть. Как замкнуться в сеть? Он слушает тех, кто молится, и отдает не себя, а это, что он услышал, другим. В результате я становлюсь проводником энергии счастья. То есть, она мне не принадлежит. Я ее беру и отдаю. Как сделать так, чтобы она так работала на победу над судьбой? Не надо желать себе счастья в это время. Не надо думать, ой, мне хорошо стало. То есть, надо забыть про свое счастье, слушать тех, кто молится, и отдавать. Слушать и отдавать. И в это время эта энергия счастья, она сама омывает нашу судьбу и вылечивает. Это первый способ, самый древний, самый сильный для того, чтобы побеждать судьбу. Первый круг жизни внутри меня. То есть, я начинаю чувствовать, что жена вроде уходит, а мне хорошо, спокойно. Это не значит, что я типа туплю, и она уйдет, а мне по барабану. Нет. Это значит, что я уже 30% судьбы победил. Вторая стадия. Я дальше повторяю молитву или я желаю всем счастья. Молитвы надо повторять с теми, кто молится. Короткие. Эти молитвы настроены не на себя, а на Бога. То есть, это какие молитвы? Допустим, «Аль-Хамду-Лили» – «Богу хвала», «Богу хвала», то есть, короткий молитв. Вот. «Богу хвала» означает, я прославляю Бога, забыл про себя. Или «Аллилуйя», «Аллилуйя», «Богу хвала», «Богу хвала». Можно «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Можно «Аллаху Акбар». То есть, «Господь Велик». И так далее. То есть, человек повторяет короткую молитву, прославляющую Бога. Не азан, там, намаз он повторяет, а не длинное что-то, а короткое и прославляющее Бога. Не про себя, а про Него. Понимаете? Это то, что побеждает судьбу. Все остальные молитвы предназначены для улучшения жизни человека, настроения. То есть, для познания отношений с Богом. Но именно стрела, которая пробивает судьбу, это короткая молитва на четках, которая читается. И читается вместе с теми, кто молится. Потому что, если вы один будете читать, то вы погрузитесь в память о себе. Допустим, вы повторяете. Ну, то есть, видите, вы повторяете, а сами думаете о себе. Это означает, что никакой победы над судьбой не будет, потому что ваша память, она не связана с молитвой, она связана с вами. Это значит, что это все без толку просто. Но если вы слушаете тех, кто молится, вы тогда в общее пространство молитвы включаетесь. Это не им принадлежит, не этим людям, которые поют, а Богу принадлежит это пространство. Когда человек совместно с кем-то повторяет молитву, он включается в общее пространство победы над судьбой. Таким образом, проходят три стадии. Первое – спокойствие в сердце. Я уже спокоен. Я верю, что жена вернется. Вторая стадия – между нами. Ниточки вот эти очищаются. То есть, она от меня ушла, потому что ниточки воняли, и нам трудно было общаться друг с другом. Теперь я их очистил со временем за несколько месяцев. И нам легко общаться. Я уже на нее не сержусь, что она уходит. И третья стадия – в ее сердце. Это тоже моя судьба. В ее сердце. Третий круг моей судьбы в ее сердце находится. Она меняет свое отношение ко мне и хочет вернуться. Понятно? Это все. На это может требоваться 3, 5, 10 месяцев. Но вы последовательно идете. Допустим, у кого из вас близкий человек ушел, вы молитесь, и сердце спокойствия появилось. Поднимите. Первая стадия пройдена. У кого из вас вы почувствовали, что можете с ним общаться и налаживать сообщения. Вторая стадия пройдена. И кто из ваших близких, у кого такая ситуация, что он начал говорить, что дурак, я что тебя бросил там. Третья стадия почти пройдена. Значит, скоро вернется. А? Вернулся? А? Там, понимаете, тоже может быть такой вариант, что он говорит, дурак я, что я ушел, но вернуться не могу, потому что у меня тут уже дети там и все прочее. Тогда вы, слушайте, тогда в этом случае, понимаете, так как человек имеет дело своей судьбой, понимаете, человеку нужно просто победить судьбу. И если этот человек не хочет подчиниться твоей судьбе, воле твоей судьбе, то Бог сразу уже, сразу дает другого. Ну, то есть мужиков у Бога завались, понимаете? А какой из них, как бы, вернется от того, что ты побеждаешь судьбу, это уже зависит от свободы выбора человека, который вот тебе Бог дал. И если он, как бы, не хочет подчиниться воле Бога, тогда Бог дает еще лучше кого-то другого. Поэтому есть только один путь, понимаете, для человека, вот, допустим, семья разрушена, путь в пустыню нет, типа, да, я тебе себе другого найду. Путь только один, возвращать все назад. И если человек не возвращается, а ты прошел свой путь, Бог дает другого. Но если ты сам ушел, тоже возвращайся, значит, назад. Если у него кто-то другой есть, раскаивайся, значит, в своем сердце, восстанавливай отношения с этим человеком. Придет время, ты получишь другого. Но если ты этого делать не хочешь, ничего, тогда получишь не другого, а по башке. Потому что у Бога есть не только поощрение, но также и наказание. А как это действует, узнаешь. Допустим, когда мужчина уходит от женщины, обычно у Бога есть такой способ для мужчин наказывать. Бог ему дает очень любимую, очень красивую девушку. Вот он уходит от жены, сразу же получает очень любимую и очень красивую. Для чего? Все очень просто. Для того, чтобы он привязался к этой женщине, так сильно-сильно привязался. И чтобы она его бросила так же, как он бросил жену. О, да, вот так оно и происходит, мой хороший. Теперь женщина, когда ушла от мужчины, наказание прямо противоположное. Она лишается возможности близких и теплых отношений. Мужиков может быть много, но семьи нет. И она мучается, мучается, мучается. Пока она назад свои чувства не вернет, не раскается, она так и будет одна. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходит в разной суете. Не постоянные не те. Что это значит? Мужика свою бросила. Понимаете? Конфирм. Есть знаки, это знаки, это другая тема. Знаки судьбы. Всегда Господь все подтверждает через людей. Кто-то со стула упадет, когда важно что-то сказать. Кто-то чихнет. Тогда идет процесс общения, обмена. Итак, еще раз слушайте этот голос, в котором надо научиться. Понимаете, очень трудно помнить не о себе, очень трудно. Я вам рассказал только теорию. Вы тренируйтесь это делать, тренируйтесь. Потому что есть три стадии погружения в молитву. Первая стадия называется опора. Я в какой-то момент чувствую, что мне хорошо с ними повторять. Я чувствую поддержку. Это значит, что разум включился ваш на победу над судьбой. Повторять надо именно сердцем. Не так, понимаете? Понимаете? Типа, чем больше повторю, тем быстрее победа над судьбой придет. Ну, то же самое, знаете, повторяйте, допустим. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Слушай, перестань. Я тебя люблю. Ну, вот это другое дело. Понимаете? Так и в молитве тоже. Не надо суетиться. Понимаете? Некоторые вот так повторяют. Думают, быстрее надо больше повторить молитву. Это глупо. Нужно повторять сердцем означать спокойно. Потому что чрезмерное ускорение уводит из сердца звук. Он сначала идет в горло и в эмоции, а потом в мозги. Из сердца звук ушел, значит, победа над судьбой не будет. Вторая стадия погружения в молитву называется открытие сердца. Человек повторяет, я желаю всем счастья. И он чувствует, как-то ему хорошо стало в сердце. И в это время важно в этом не просесть. Вот так. Типа, мне хорошо, пошли все нафиг. Молитва пошла нафиг, все. Человек как бы уже все. Надо в этот момент нужно вспомнить и благодарить этим хорошо. Отдавать его людям, Богу. Вспомнить святое, что у вас есть в жизни. И вот об этом думать. Это то же самое. Вот у женщин, да, это хорошо. Смакуем. А надо, понимаете, дальше молиться. И третья стадия, это резко поток мыслей о себе. Ну, то есть судьба, это вот это сердце открывает. Значает, судьба открыла свои ворота для победы над ней. Первый признак, что судьба открыла, это хорошо сердце. И вы от сердца начинаете уже повторять. Чувствуете прямо от сердца повторять. Я желаю всем от сердца. Вот. И потом судьба открывает свои ворота. И туда, оттуда мысли, ворох мыслей прям. Оттуда. Вы хоть выгрался, забываете вообще про молитву. Только о себе думаете, обсасываете что-то. Надо отвлечься от этих мыслей. И все равно помнить о тех, кто молится. И постепенно, что начнет происходить. Значимость этих мыслей, значимость. Начнет таять. Это значит, сила судьбы начинает таять. Вы раньше думали, ааа. Я не могу, ааа, не могу. Вот, а потом раз, могу. Я желаю всем, могу. Ну, то есть, человек чувствует, что все нормально. Ничего страшного. В Багдаде все спокойно. Все будет хорошо. Так побеждается судьба. Запомнили? Это самое первое и важное действие, которое человек должен совершать. В этом действии помогает неподвижное положение тела. Когда человек не молится, не двигается. В этом взаимодействии увеличивается эффективность многократно. Неподвижное положение тела само по себе увеличивает долголетие человека. Я расскажу сегодня об этом. Но это также дает силу побеждать судьбу молитвы. Неподвижное положение. Ни движение, ни ходьба, а именно замереть и не двигаться. Запомнили? Значит, молитвы я вам вкратце все сказал. Вообще, если вы хотите как бы больше, то у нас есть клубы Благость. И там в клубах Благость у нас есть тренинги. То есть, я провожу молитвенные ретриты с клубами. То есть, мы учимся молитве. Также такие ретриты, тренинги проводятся на фестивале Благость, который проходит в Анапе. Этот фестиваль может поменять всю вашу жизнь. Если вы хотите, чтобы ваш родственник встал на правильный путь, предложите ему отдохнуть на фестивале Благость в Анапе. У него нет шансов не вовлечься в эту работу над собой. Там тысячи человек все бегают радостные. И люди, даже мужики такие отшибленные, которые покупаться приехали, они все равно пойдут на какие-то мероприятия и включатся, и у них шансов нет просто. У человека есть три типа старения и психики, и организма. Но мы сейчас говорим с точки зрения здоровья. Не с точки зрения судьбы, а с точки зрения здоровья. Понимаете? То есть эти три типа старения — это возбуждение трех энергий души. Ну то есть, другими словами, есть энергия счастья. Если человек аскезу не совершает для своего счастья, то энергия счастья как бы застаивается в организме и превращается в лень. А эта лень превращается в лишний вес, токсины. Это первая стадия старения. Лишний вес и токсины. Вторая — это токсины, означает равно, пишите, равно вирусной инфекции. Ну то есть, если вы болеете вирусными инфекциями или у вас лишний вес, значит, это первая стадия старения, какой бы возраст у вас ни был, не имеет значения. Вторая стадия старения — это хронические инфекции и доброкачественные опухоли. Третья стадия старения — это злокачественные опухоли и тяжелые инфекции, такие как туберкулез, ВИЧ и так далее. Что делать, чтобы победить этот вид старения? Понимаете, все виды старения побеждаются с помощью того, что человек настраивает свое чувство собственного достоинства правильно на пожелание всем счастья, то есть, он забывает про себя, выходит на свежий воздух или, может быть, это делает дома, но потом выходит обязательно на свежий воздух, потому что, допустим, бегать, женщины некоторые бегать, допустим, на улице не могут, потому что там собаки и так далее. Но сейчас есть такие беговые дорожки продаются, они плоские. Даже если у вас нет места вообще в доме, это беговая дорожка, она за шкаф ее можно поставить. То есть, вы можете ее положить в нужное время дома, побегать сколько вам надо, потом за шкаф ее поставить, потом выйти на балкон или на улицу и побыть там какое-то время для того, чтобы энергия природы вошла в вас. Понимаете? То есть, пробежка – это как конденсатор, который заставляет энергию природы войти в тело, то есть, притягивать туда. Это означает аскеза, направленная на здоровье. То есть, когда человек имеет лишний вес или токсины, то две аскезы побеждают это полностью, но две вместе, не одна, не каждая, а две вместе. Первая аскеза – это длительное, радостное, непрерывное движение. Вы скажете, я на работе, в ног двигаюсь. Понимаете, непрерывное движение, радостное. Вы на работе не радуетесь, суетитесь. То есть, и непрерывное движение нужно, и длительное, и радостное. И вторая аскеза – это пост на воде. Тоже в состоянии радости и как бы самодостаточности. Две эти аскезы убирают лишний вес, токсины, и человек избавляется от этого вида старения. И также это касается и злокачественных опухолей, и доброкачественных опухолей. Вот эти два действия убирают старость из организма, эти виды заболеваний. Как это происходит? Я сегодня с утра в вашем парке, вас никого там не видел, пробежал 16 километров в радостном, спокойном состоянии. Теперь у меня к вам вопрос. А по мне заметно, что я уже больше 20 дней еду по разным городам, перелеты переношу, читаю лекции. Я чувствую уставшим, замученным. А что от меня идет? Здоровье, да? Спокойствие, сила. Так? Почему? Потому что я напитался вашей природой. Вашей казанской природой я напитался. А вы не напитались своей природой. Это ваша проблема. Теперь слушайте меня внимательно. Когда человек радостью, спокойно начинает свое движение, не надо переусердствовать. То есть не надо бегать слишком много сразу. Потому что, когда вы бежите, то организм чем занимается? То есть вы во время бега получаете энергию от природы, и сразу же она начинает идти на лечение. И понимаете? И это значит, что когда вы перестали бегать, то эта энергия, она немножко застаивается, поэтому у вас тело начинает ныть или болеть чуть-чуть. Это означает, что оно капризничает. Говорит, да, еще энергию для лечения. А вы же уже не бежите, поэтому немножко тело будет ныть после пробежек. Некоторые думают, что это значит, что становится хуже, значит, я болеть начинаю. Нет, это идет лечение. Даже если это суставы ноют или позвоночник там, или еще что-то. Понимаете, да? И знайте, что всегда человек должен начинать это движение очень аккуратно. Допустим, начинайте бегать 500 метров. Можно 500 метров бегать каждый день. Когда вы будете бегать 20 минут, то 20 минут пробежки дают человеку возможность всегда быть бодрым, иметь хорошую концентрацию внимания, хорошую память. То есть эти 21 минут пробежки идут на вашу работоспособность. Они не идут на здоровье. То есть, другими словами, если бегаете не больше 20 минут, здоровее от этого вы не будете. Вся эта энергия идет на работу, на вашу деятельность, на настроение, на все остальное. Понятно, да? Или ходьба в два раза больше. То есть 40 минут ходьбы на здоровье не идет. Идет просто на настроение, на бодрость и так далее. Теперь знайте, что у человека есть 4 психических цилиндра, связанных со здоровьем. Первый самый наружный, они очищаются последовательно друг за другом. Первый самый наружный психический цилиндр связан с кожей, слизистыми оболочками, то есть это слизистая желудка, кишечника. Связан с пищеварением, связан с лимфатической системой, иммунитетом, волосы, ногти, все вот с этим совсем связано. Если вы бегаете до 40 минут или ходите в два раза больше, то у вас прочищается первый цилиндр. Это значит все болезни пищеварения до свидания, кожные болезни до свидания со временем. То есть они сначала лечатся, будут лечиться какое-то время, а потом уже до свидания. Вот через такое, через легкое обострение будет лечение. Потому что меняется же функция, организму требуются силы. Ну допустим, вам потребуется где-то, может быть, полгода для того, чтобы начать бегать 40 минут. Не торопитесь, не переусердьтесь. Когда человек бегает 40 минут, ему уже не надо бегать каждый день. Это надо делать через день. И когда вы бегаете, не надо останавливаться. Потому что если вы остановились, процесс очищения прекратился. То есть можете бегать медленнее, чем вы ходите. Во время бега человек должен чувствовать себя отлично. Он не должен задыхаться, он не должен чувствовать, что он себя мучает. Ну то есть надо бежать радостно. Во время бега лучше всего слушать в наушниках счастливую музыку или лекции. Нужно, чтобы ваше чувство собственного достоинства всегда настраивалось на позитив. Это можно с помощью звука делать. И лучше всего бегать на природе или в спокойной обстановке, допустим дома. Но всегда нужно проветривать помещение сильно в это время, чтобы много воздуха было. После бега, если вы бегаете дома, обязательно выйдите на улицу на какое-то время. Или на балкон, иначе эффективность будет противоположной. То есть вы пробежали, но организм не всосал эту энергию природы. Это значит, что он всосет что-то другое. Телевизор, компьютер, еще что-нибудь. И пойдет это все на разрушение здоровья. Лучше всего бегать на природе. Или ходить. Лучше всего. Но если нет возможности, в спортзале или дома тоже нормально. Но нужен потом свежий воздух. И позитивное настроение. Кроспорт сказал. Тошнит после 10 минуты, да? С самого начала, значит нужно ходить. У вас просто очень запущена ситуация с сосудами мозга. Когда вы бежите, сильно снижается давление. Это означает, что вам надо начинать с ходьбы, потом ускоряться и постепенно переходить к бегу. Если болеть что-то, тошнить начинает, значит вам надо уменьшать нагрузку, скорость уменьшать. Это не способ лечиться, потому что, когда человек крутит педали, он может крутить, может не крутить. Он в полу-три погибели сидит. Плавание это да, но во время плавания очень сильно, как бы быстро человек остывает от воды. И поэтому долго плавать не сможет, потому что там резко идет воздействие стихии. То есть это плавание само по себе, это способ продлевать жизнь. Но длительное плавание, ну допустим, для того, чтобы полностью очистить ветер организм, нужно бежать час сорок, час пятьдесят. Или идти в два раза больше, соответственно. Вот. В Одессе только не проплаваешь. Там просто переохлаждение произойдет. Все, никаких вопросов. Положением ходить надо. В это время очищать организм нельзя, потому что идет рост ребенка. Итак, если вы пробежали 20 минут, примерно в это время у вас появится второе дыхание. Это значит, что вам станет легко дышать, как будто вы не бежали. Это значит, что организм готов к очищению. Когда вы пробежали примерно 40 минут, второй раз появится легкость тела, спокойствие и второе дыхание. Это значит, что первый психический цилиндр прочищен. Потом дальше вы бежите от 40 минут до часа. Это значит, что у вас прочищается второй психический цилиндр, который связан со всеми сосудами, связан со всеми мышцами в организме, со всеми суставами и костями. Это значит, что если вы бегаете от 40 минут до часа, то атеросклероз до свидания, подкожный жир также до свидания, гипертония до свидания, полиартрит до свидания, все болезни костей до свидания. И это будет пролечиваться примерно полгода. То есть каждый раз после пробежки от 40 минут до часа у вас какой-то суставчик будет ныть. Это не значит, что он разрушается, значит, что он лечится. Понимаете, когда вы 40 минут до часа бегаете, то надо это делать уже через 3-4 дня. Нельзя каждый день это делать. Это уже опасно будет для здоровья, потому что организм не успевает пролечиваться. То есть вот эти пробежки от 40 минут до часа, если вы регулярно бегаете, то вы можете начать делать уже через год бега, допустим. Если вы в возрасте. Значит, дальше в час, примерно час бега у вас появится второе дыхание, ну, как бы второе дыхание и легкость. Это значит, что второй психический цилиндр прочистился и сразу начнет прочитаться третий после этого. На третьем психическом цилиндре, который связан со всеми внутренними органами, это щитовидная железа, это печень, почки, сердце. Будет ли все это лечиться? Ну, то есть от часа до часа двадцати лечатся все ваши хронические заболевания внутренних органов. И через полгода примерно таких пробежек ваш организм, печень, почки, поджелудочное железо, не больные, все. До свидания, болезни. Дальше поехали. Через час двадцать бега у вас появляется второе дыхание, это значит, третий психический цилиндр готов, лечится, пролечился. И дальше идет четвертый, который связан с нервной системой, с психическими заболеваниями, шизофрения до свидания, если человек бегает от часа двадцати до часа сорока. До свидания все невриты там, полиневриты там, рассеянный склероз до свидания, болезни тяжелой нервной системы, паркинсонизм до свидания. Понимаете, да? Но знайте, что один бег нельзя делать, нужно сочетать это с другими видами омоложения. А это именно омоложение организма, то, что я вам рассказываю. И во время этих пробежек у вас будут также улучшаться и способы жить. Понимаете, первый психический цилиндр связан с эмоциями человека и с его гневливостью, обидчивостью и срывами. То есть, если человек бегает до сорока минут, до свидания срывы, то есть человек не будет уже срываться. Дальше, от сорока минут до часа, когда человек бегает, то это связано с настроением человека. Настроения плохого не будет, депрессника уже не будет. Ну, то есть, от часа до часа двадцати, когда человек бегает, это связано уже, ну, как бы, с глубокими психическими функциями. Человек не будет чувствовать психическую усталость такой в жизни. А от часа двадцати до часа сорока, если человек бегает, то он неадекватность и психические срывы, вот эти глубокие такие погружения, какие-то тяжелые психические, они полностью пройдут из организма. Все пролечится. Точно так же действует пост. У поста тоже есть периоды. Самый максимальный пост – это двое с половиной суток на воде. Он прочищает все психические цилиндры. Самый минимальный пост – это с вечера вы покушали легкую пищу, фрукты или там овощи тушеные. И до обеда. Это примерно 16 часов. Вот вы в обед кушаете, нормально, как обычно. И это значит, что у вас организм включается на очищение. То есть, понимаете, очень важно знать, что если вы только бегаете, но не поститесь, то в этом случае в организме накапливаются ненужные вещества, и это может навредить. То есть, если вы бегаете, надо обязательно поститься. Пост до обеда можно хоть каждый день делать. Ну, то есть, как правильно поститься? То есть, первый вариант поста, я вам рассказываю варианты правильные для здоровья. Первый вариант поста – с вечера до обеда. Следующий вариант уже – с вечера до утра. Потому что вечером нельзя выходить из поста. Ну, то есть, выходить из поста означает кушать. Вечером очень тяжело выходить из поста. Вечернее питание – это вредное для здоровья питание. Поэтому вы выходите из поста утром. И это будет уже полтора суток поста. А? Если вы хотите знать мое мнение по этому поводу, то мое мнение такое. В этот мусульманский пост можно есть только вечером тушеные овощи, гречку, салаты, всевозможные фрукты. Но нельзя есть ни зерно, ни мясное, ничего такого. Это все разрушит вашу жизнь. Ну, то есть, вечернее питание после длительного вот этого поста дневного только легкая пища. Иначе смерть. Все это будет потом оседать в организме непереваренными токсинами. И вы будете болеть от этого потом. Значит, ну поймите, что вот этот пост мусульманский предназначен не для очищения здоровья, а для духовной силы. Понимаете, есть разные посты. Вот, допустим, пост для духовной силы подразумевает возможность питаться ночью. Но, понимаете, есть ночная пища. Это молоко, вот чистое молоко. Или сливки. И его можно есть пить ночью, но ни с чем смешивать нельзя. Ночная пища – это любые овощи, которые растут над землей. Это все капусты, кабачки, тыква, патиссоны, тушеные. Можно ночью есть, они перевариваются. Орехи также являются ночной пищей. Но ни зерно, ни мясо, ни фрукты ночной пищей не являются. Они все разрушают здоровье. Вечером можно еще фрукты есть, но не ночью. Ночью они перевозбуждают, и вы спать не сможете. Итак, можно поститься с вечера и до утра следующего дня. Потом дальше следующий выход из поста в обед следующего дня. А следующий после этого выход – это уже до утра второго дня. То есть получается 2,5 суток или максимальный пост, который очищает все каналы. И вы должны, допустим, вы, ну вот женщина часто, тело ленивое, оно не может бегать, допустим, ну час сорок или шестнадцать километров. Тогда вы выбираете, допустим, бег, допустим, сорок минут, хотя бы один психический цилиндр прочищаете. Но при этом поститесь по максимуму. Ну то есть понимаете, максимальный пост или максимальный бег продлевает жизнь на 20 лет. Ну то есть вот активное долголетие у меня, допустим, 64 года, когда я пробегаю 16 километров, оно увеличивается до 86 лет, на 22 года. Я могу это видеть по своему организму. Я вижу, как у меня там препятствия, какие сложные периоды. Я все это вижу. Как у меня проходило очищение? Четыре года назад я начал бегать по 500 метров. Я не знал сначала, что это надо делать. Я йогой занимался всю жизнь и постился. Но потом я чувствую, что я задыхаюсь уже, как чуть-чуть нагрузка. Хотя я думаю, все вроде правильно живу. И я понял, что мне не хватает этого вида аскезы. Сначала начал бегать по 500 метров. И бегал медленнее, чем я хожу. Постепенно я начал бегать все больше и больше. И через год я уже бегал где-то по 7-8 километров. Через 2,5 года я бегал уже 16 километров. Но когда я начал бегать от 40 минут до часу, то у меня заболело правое колено. И только в этом промежутке бега я начал худеть. То есть от 40 минут до часу уже начинает жир плавиться. Ну то есть я похудел на 7 килограмм и больше не худел вообще. Перестал худеть. Потому что лишнего веса уже нет. То есть нормальный значит уже для организма. И у меня болело колено 5 месяцев после бега. Ныло. Мои друзья говорили мне, что наверное скоро оно у тебя сотрется. Так как пишут в интернет. Что бегать нельзя. Надо ходить с палками. Вот. Я как бы не обращал на это внимание. Через 5 месяцев у меня прошло правое колено. И заболел. Полностью прошло, понимаете. Ну наверное стерлось. Вот. И заболели оба тазобедренных суставов. Они проболели у меня где-то 3 или 4 месяца. Потом заболел левое колено. Потом оба голеностопа. Я уже перестал на это обращать внимание. Потом весь позвоночник проболел. Потом мозги. Потом проболели глаза. Потом сердце. И все подряд проболело короче. И сейчас я бегаю как конь. Мне 54 года. Ничего не болит вообще. И мои друзья мне говорят. Что-то ты молодеешь и молодеешь. Понимаете. То есть. Ну как бы. И морщины уходят. Представляете. Лицо стало меньше морщин. Оно вот такое. Ну. Кто ходил 4 года назад. Вы видели. Что лицо было потолще. Да. Оно как бы. Стало таким. Как у меня было 40 лет. У меня такое лицо примерно было по форме. Понимаете. То есть. Интересно знать. Как это все происходит. И так. Следующий вид старения. Это. Жар в теле. Жар в теле. Означает. Эмоциональное напряжение. Нервные срывы. Означает. Гневливость. Означает. Нарушенный сон. Означает. Нарушенное пищеварение. Буль-буль-пук-пук. В животе. Это лишний жар. В пищеварительных органах. Дальше. Жар в теле. Означает. Всевоспалительный процесс. То есть. Первая стадия. Это просто жар. Да. И эмоции. Вторая стадия. Воспаление. Это значит. Уже старение. Продвинулось на один шаг. И третья стадия. Это язвы всевозможные. Сахарный диабет. Бронхиальная астма. Туберкулез. Все эти болезни. Из лишнего жара в теле. А также. Красная волчанка. Там. Тяжелые коллагенозы. Такие заболевания. Которые разрушают весь организм. Это третья стадия. Уже терминальная стадия. Жара в теле. Который приводит к смерти. Как убирать жар в теле? Жар в теле убирается двумя аскезами. Первая аскеза. Это статические упражнения. Вторая аскеза. Пост на воде. Статические упражнения делаются так. Можно просто стоять. Не двигаясь. И молиться. Когда вы стоите 20 минут. Начинается очищение организма. И так далее. Час 40 стоите. Значит все психические цилиндры очищаются. Если вы стоите часть 40. То хотя бы 40 минут бегайте. Иначе. Когда только статика. В организме статическое лечение. А нет динамического. То создается дисбаланс сильный в организме. Так же как и есть только динамическое движение. А статического нет. Тоже дисбаланс создается. Третий текст старения. Это напряжение в организме. Напряжение. А так же суета. Нарушение внимания. Концентрация внимания. Ну то есть. Когда человек чувствует. Что он не может расслабиться. Это приводит к курению. Так же. Жар в теле. Кстати. Приводит к выпиванию. Жар в теле. Заставляет людей пить. А напряжение. Заставляет курить. Первая стадия напряжения. Вторая. Спазмы и боли в организме. В том числе головные боли. В том числе запоры. В том числе вены вылазят. Это все напряжение. Третья стадия. Деформации. Суставов. Позвоночника. Внутренних органов. Всякие спайки. Эти. Перекрытия. Там. Всякие. Там. И так далее. Это все напряжение. Лечится длительным движением. Непрерывным. И постом. Другими словами. Если у вас головные боли. Это сосуды. Это значит. Вы бегаете от 40 минут до часа. Головные боли. До свидания. Если у вас. Болят суставы. От 40 минут до часа. Суставы. До свидания. Если у вас болит позвоночник. Это глубже находится. Это как внутренние органы. От часа до часа 20. Остеохондроз. Там. Радикулит. До свидания. Геморрой лечится. От 40 минут до часа. А? Грыжа чего? Грыжа позвоночника. Надо делать статические упражнения. То есть надо сесть прямо. То есть есть второй способ делать статические упражнения. Сейчас расскажу. Садитесь. Ноги вытягивайте вверх. Вперед. И наклоняетесь вперед. Очень медленно. Вот если вы будете в наклоне. Научитесь находиться 40 минут. И потом. Стоите на колени. И назад еще прогибочку. Делайте такую. Минут на 5. То ваша грыжа. И плюс пробежки начнет делать. Через полгода. Грыжа. До свидания. Вот. То есть. Вот это. Вот эти два статических упражнения. То есть вы смотрите. Делайте. Садитесь на пол. Ноги вытягивайте. И наклоняйтесь вперед. Наклоняйтесь. Сколько можете. Допустим. Можете 10 минут. Хорошо. Можете 20 минут еще лучше. 40 минут. Это максимум. Потом встаете. Делаете наклоны. И потом встаете на колени. И назад вот так вот наклоняйтесь. Можете мостик делать. Можете просто лечь назад. И так лежите. Потом опять после этого. Ноги вот так вытаскиваете. То есть сначала лежите. Потом встаете. И опять наклоны. Заканчиваете наклоны. Все вот это вот статическая гимнастика такая. И в это время можно повторять молитву. Очень эффективно. Тромбы пост на воде. Начинайте с поста. А потом очень аккуратно двигаться начинать. Не резко, быстро, аккуратно. И постепенно тромбы рассосутся все. Субтитры сделал DimaTorzok